Что, погодите, где мои документы? А их уже взяли. Восемь часов вечера ни на какие идиотские консультации не возят. Вы знаете, что все закрыто, во-первых. Очень хорошо, красота просто. И я вздохнул полной грудью даже обрадовался. От этого аминозийной встряски депрессию мою как рукой сныло. Полгода я был в подавленном состоянии. О чем-то там думал, о чем-то тасковал. Ничего мне не интересовало, и вот за какие-то десять минут все прошло, как и не существовал. Я исцелился полностью, окончательно и бесповоротно. И как же я захотел свободы, братцы мои. Как не хотел ее никогда. Стоп, 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 стоп. И кто ж зевает теперь? Ну все приобретают, ну все благоденствуют. А что скажут потом мои дети? Вот скажет отец, скотинка какая. Не оставил нам никакого состояния. Что же, я не герой. Господи, это видно. Кто же я? Кто же я? Кто же я? Кто же я? Подлез. Ах ты, мордашка ты. Это да кайф. Ну почему подлец? Ну почему подлец? Теперь у нас подлецов не бывает. Так что справедливее всего назвать себя... Хозяин. Нет, нет, нет. Хозяин. Нет, нет. Хозяин. Я приобретатель! Дети, мне принято отвечать на их вопросы. Я забыл. Мамочки, я забыл. Может в этом действительно есть какой-то смысл, Петя? Нет, я просто хотел спросить отца, честно ли он человек? Петя, не говори. Почему? Почему? Потому что это мучает тебя, но это бесполезно, мучает людей, не правда ли, мама? Да, Петя. Да. А может и нет. У тебя еда и нет всегда рядом. Это удобно, мамочка? Мучительно, Петя. Я, мама, больше не пойду в гимназию. Да. Как это, Петя? Да что? Учиться-то надо. К чему? К чему мама учиться? К чему? Самое ценное, что я узнал, там от про отца. Про него я знаю достаточно. Достаточно для того, что он... Прошу тебя, помолчи. Бога ради. Ой, хорошо, хорошо. Петя, ну прошу тебя. Что такое Бог, мама? Помолчи сейчас. Ой, все это странно. Я не знаю. Ты же не любишь отца. Я ничего не знаю, дорогой мой. Я ничего не знаю. Ты же не любишь отца. Ведь ты не уважаешь его. Но ты останавливаешь меня, когда я хочу сказать про него то, что думаю. Почему? Почему так, мама? И ты сама рассказывала мне о нем. Ну, вероятно, мне не следовало этого делать, Петя. Чтобы не мучить меня. Как мы, однако, жалеем друг друга. Но мне кажется, наша жалость – это самое худшее, что можно выдумать, мам. Ну что ж. Может, ты и прав. Мама, я в первый раз слышу это. Няя, ты смерти боишься? Тебе какой демок. Ну, мне хочется знать. Да, ты боишься, Петя. Ну, боишься? Не боюсь, я смерть не обидела. Я никого не обидела. А ты же молод, молод. Я все-таки пути до того, что... Значит так, мама, передай отцу, что я больше не пойду в Бенгазию. Не говорить с ним сложно, мы плохо понимаем друг друга. Скажи, что я дал пощечину Максимову, когда он назвал отца зверем под лицом. Я теперь понимаю, что я незаслуженно обидел этого мальчика. Хотя, хотя он не прав. Какой зверетет, какой же он зверетет. Петя, 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 Петя. Ну, это несчастный, ну, слабый человек, Петя. Нет, 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 оставь это. Это мне хочется говорить о жизни, о которой командуют несчастные люди. И о людях, которые позволяют командовать собой. Вы могли бы сделать для меня одолжение? Для вас все, что угодно, пожалуйста. Запишите мне все вот это вот на бумажку. Извольте, а на что вам простите, мои любопытцы? Вам и откроюсь. Мы оба люди порядочно должны говорить откровенно. Вы знаете, мне бы завтра за обедом спич говорить. Думать решительно некогда. Сделайте для меня это подружески. Что, Григорь, помилуйтесь. Некро дайте мне такую работу, чтобы я смог стать лицом к лицу с моим меньшим братом. Дайте мне возможность видеть его насущные нужды и удовлетворять их скорой и сочувствованием. Вот и это бы, кстати, записать. Значит, как я полагаю, по вашему честному образу мысли вам нужно место какого-нибудь смотрителя в казенном или блатеризменном заведении? Куда угодно. Я работать не прочь и буду работать прилежно, сколько сил моих хватит, но с одним условием. Чтобы моя работа приносила действительную пользу и увеличивала количество добра, нужного для благосостояния всей массы. И это бы, кстати, «О, мань готферца, это не я зэнтугин. Господи, прости меня, грешного. Мерзостный червяк. Вот подлинный образ беспечного мотылька, в котором тысячи обманутых глаз видят воплощение своих тайных грез о красоте, беззаботности и совершенстве. Мерзостный червяк. Неужели есть породы таких пакостных слезняков, которые в анраке зажигаются сказочным огоньком? Поэтическая искорка, мотылек поращий в летней ночи и мерзкое, гнусное существо, извивающееся у нас на ладони днем. Где подлинное обличие? Где оно, крестный? Какая все-таки удивительная у меня судьба. Неизвестно, чей сын. Украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях. Через некоторое время я почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем. Господи, кем я только не был в этой жизни. Серильный парикмахер, банкомет, журналист. Я изучал химию, фармацевтику, хирургию. Я был ветеринаром. Боже. Ой, ой, ой. Потом мне надоело мучить бедных животных. Я влекся занятием противоположным. Я, чертя голову, стремился к театру. Лучше бы я повесил себе камень на шею. Я состряпал комедию из гаремной жизни. Ну, ладно. Я все видел в этой жизни. Я всем занимался. Я все испытал. И всюду меня оттесняли. Ум и талант невозможно унизить, так ему отмещают тем, что гонят его. Или уничтожают. Черт догадал меня родиться в Испании с умом и талантом. Не забудьте, пожалуйста, наш с вами разговор. Идите. Один. Да, один. АПЛОДИСМЕНТЫ Один. Вы понимаете, что такое один. Когда тебя никто не стережет, когда тебя никто не запирает, когда перед тобой неограниченное пространство, игра выиграна, я победил. Завтра будет свобода. Я не смогу. Почему ты не понимаешь, Ну, ты не понимаешь, Я не смогу.